продолжаем наши эксперименты с панорамами в общем сделал я панораму которая ну во первых рендерится рандомными кусочками вот выглядит это вот примерно так давайте еще раз отрендерим ее берем вот такие вот рандомные кусочки вот совершенно рандомные и к этому рандому я прицепил еще не рандомный свет то есть мы мало того что берем совершенно произвольные кусочки пространства мы их еще по-разному освещаем давайте остановим рендеринг и я покажу просто саму анимацию как она сделана здесь вот на этой вот камере очень хорошо видно то что свет постоянно меняется идея была в том что солнце во время съемки панорам может вот уходить но это так все свою шизофрению эмулирую денег-то у меня на хорошую камеру нет на оптику нет вот на подвес еще надо делать прошивку писать мы ведь можно же взять эмулятор вот как вы видите позиция солнышко определяется рандомом вот ну и произвольные места если бы сцена была побольше что меньше было пустых мест вот и вот из всего этого безобразия склеилась вот такая вот панорама в принципе я ожидал чего-то даже не знаю чего я ожидал но так продолжение моих экспериментов вот я ожидал что но на как-то лучше заблюрит края ну что здесь явно есть что поблюрить вот считается такой недостаток но мы вот но в целом даже интересно ну вот а если вот так вот скролить скролить и как-то вот втыкать во все это смотрят на это различное освещение домик и такой вот прямо вот сейчас прям такой ужас начинает пробирать такой вот ужас первобытный какой-то страх я не знаю как это объяснить но страх страх первобытный страх ну вот такую вот шизофрению я сделал небо у нас рендерится как environment так что на на него не влияет настройка светильника в отличие от пола полу у нас сделан плейном вот и мне прям вот страшно от этого здания страх у меня от него в общем как мы видим скорее всего скорее всего это мое предположение но наберет и делает швы по принципу ну предположим что диаграмм воронова просто делает разбиение и вот сшивает хорошо это или плохо не знаю с одной стороны хорошо потому что не будет хостинга плохо потому что вот ну вы видите почему впрочем я например за хостинг я люблю панораму с хостингом да я ебанутый вот это я делаю вместо того чтобы делать нормальные проекты написал сегодня две строчки кода который был нужен а потом начал делать вот эти вот ужасы вообще в тему современного искусства мне кажется это можно распечататься так в виде большой большой обоины три на три метра и повесить где-нибудь в центре современного искусства там во франции или еще где ну и поставить ценник там скажем от 50 тысяч евро конечно понимаю мало то но я же начинающий художник я же начинающий арт дизайнер вот